В эфире программа Вести.нет с новостями мира о технологии Филипп Трофимов. В США производители телевизоров оштрафовали на 2 миллиона долларов за подсчет рейтингов телеканалов. Филипп, приветствую. В чем там истинные причины? Добрый день. Не очень понятно, отчего занервничали многие исследовательские компании, которые, собственно, и составляют рейтинги. На самом деле, формально оштрафовали компанию, конечно, за сбор персональных данных без ведома пользователей. Но забота о приватности нынче принимает порой удивительные формы. Но об этом чуть позже, а начнем с истории про нечестную конкуренцию. В новой версии Windows система отговаривает пользователей, когда те пытаются установить сторонние браузеры, например, Google Chrome или Mozilla Firefox. Операционная система показывает окно, в котором говорится, у вас уже есть Microsoft Edge, самый быстрый и безопасный браузер для Windows 10. И подсвечивает вариант открыть Edge. Пока такую тактику Microsoft применила только в бета-версии, но шум уже поднялся. Осудили поведение Microsoft и пользователей, и конкурентам Mozilla, создателя браузера Firefox, высказалась в пользу свободного выбора, а представители оперы заявили, что верят в честную игру. Вообще, Microsoft не первый раз использует спорные приемы для продвижения своего браузера. Однажды это стоило корпорации даже серьезных проблем с европейским антимонопольным ведомством. Зачем все это? Ну, например, по данным LiveInternet, доля браузера Edge около 1%, а по данным американского сервиса StatCounter чуть меньше 2%. И Microsoft отчаянно пытается это исправить. Хоть напрямую производители браузеров не зарабатывают, они обычно получают деньги от поисковых систем, которые устанавливаются там по умолчанию. За привлечение пользователей и трафик, что дает рекламные деньги, и пользовательские данные, что тоже деньги. В случае с Edge, речь очевидно идет о повышении популярности собственного поисковика Microsoft Bing. И еще про статистику. Умные телевизоры Vizio будут предупреждать о том, что они следят за пользователями. Как сообщает американский журнал Hollywood Reporter, производитель разрабатывает уведомления, которые будут показываться прямо на экране. Что именно там будет сказано, пока неизвестно, но компания должна будет предупреждать пользователей, что данные о них собираются и продаются сторонним компаниям. Это своего рода финал громкого для Америки дела. Еще в 2015 году издание ProPublic рассказало о том, как телевизоры линейки Vizio Smart TV собирают данные о пользователях и перепродают их крупным рекламодателям. Отслеживались IP-адреса, почтовый индекс, то есть район, в котором живет человек, а также, что именно и когда он смотрит. После выхода статьи Федеральная торговая комиссия начала разбирательство. И в итоге два года спустя стороны договорились о том, что Vizio выплатит штраф в размере 2 миллиона 200 тысяч долларов, плюс некоторое количество дополнительных условий, в том числе уведомления о сборе данных. Тут нужно заметить, что если в США Vizio знают очень хорошо, в иные годы она там даже обгоняла Samsung по количеству проданных телевизоров, то в остальном мире это не самый известный бренд. По данным аналитиков, доля компании на рынке умных телевизоров около 3%. Но история с судом, штрафом и предупреждениями пользователей может стать прецедентом. Дело в том, что по сути данные, которые собирала Vizio, район проживания пользователя и предпочтение выбора телепрограмм, это в общем-то то, что применительно к обычному телевидению называется рейтинг. Размер и профиль аудитории канала в целом, отдельных передач в частности, используются в том числе рекламодателями. Другой вопрос, что для измерения этого рейтинга обычно нанимают стороннюю компанию. Впрочем, в случае Smart TV есть такой сторонний измеритель тоже, Samba TV. Приложение для телевизоров, телеприставок и мобильных устройств, которое умеет распознавать, что человек смотрит и, соответственно, таргетировать рекламу. Приложение ведет историю еще с 2008 года и установлено сегодня на 30 миллионов устройств в 118 странах. Как сообщается, речь в том числе о продукции Sony, Sharp, TCL и Philips. При первом включении телевизора, Samba TV предлагает пользователю согласиться на показ, цитата, «рекомендации эксклюзивного контента и специальных предложений». О том, что под этим описанием имеется в виду реклама, пользователь может узнать, только открыв полный текст условий с соглашением. Как отмечают в самой Samba TV, соглашаются на использование более 90% владельцев телевизоров. И пока никаких претензий к ее деятельности у регуляторов не возникало. А теперь к сюжету мобильных репортеров. И начнем с неприятной истории, что приключилось на одном из самых известных пляжей в мире. Это греческий остров Амзакен. То самое, что знаменит живописной уединенной бухтой с островом, выброшенного на берег корабля посередине. Так вот, именно в этой бухте обрушился кусок скалы. Обрушился прямо на пляж. Шесть человек пострадали, перевернулся как минимум один катер. Еще одну яхту, похоже, волной переставила сильно ближе к берегу, чем того хотелось бы капитану. Еще, правда, знаменитые курорты. Мне очень везет в последнее время гавайским островам. То вулкан местный несколько недель к ряду портил гавайцам жизнь и распугал почти всех туристов, ну, кроме самых любознательных. А теперь вот другая беда – навотнение. Проливные дожди превратили тихие речки в потоки, которые местами переклестывают через мосты, выходят из берегов и даже уносят целые дома. Затоплено несколько населенных пунктов, а синоптики обещают скорый приход нового тропического шторма. Это все у нас к этой минуте. Роман. Филипп, спасибо. Мы продолжаем. Вы дали у нас не менее захватывающие кадры. Продолжение следует...